В селе Сновидце в темное время суток дикий лис попал под колеса автомобиля. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, машина двигалась по селу на большой скорости и не успела затормозить перед животным. Также камеры зафиксировали, что спустя некоторое время автомобиль вернулся. Водитель сфотографировал животное и скрылся с места происшествия. В результате столкновения у лиса оказались сломаны обе передние лапы. Дикий зверь смог самостоятельно сползти во враг, где и пролежал до утра. Там его заметили местные жители и забили тревогу. Первой на помощь лисенку откликнулась Кристина Синчугова, волонтер с опытом. Сомнений не оставалось, надо было выезжать. Почему? Потому что, к сожалению, дикие животные в городе подвергаются колоссальной опасности именно со стороны людей. Не так давно был случай, и соцсети это помнят, что пострадал лисенок в городе, вызвали какие-то службы и просто приехали и колесом раздавили ему голову. И действительно, пока волонтер добиралась до места, одна из местных жительниц попыталась решить вопрос радикальным способом. А именно, добить израненного лисенка. Судя по видео, в ход пошли пинки и камни. После женщина взяла в руки палку и начала наносить многократные удары по зверю. По всей видимости, животному удалось скатиться ниже во враг, за забор. На помощь лису подоспели и неравнодушные местные жители, которые не позволили женщине довести дело до конца, рассказывает волонтер. Приехав на место, я созвонилась с девушкой, которая занимается лисами, очень попросила ее о помощи. На наше счастье с лисенком уже девушка нам не отказала. Я его уколола, он у нас уснул, аккуратненько его вытащили из кувета, аккуратно переложила его в клетку на тот вариант, что если он у меня по дороге проснется, и увезла на передержку. Во Владимирских клиниках лисенку помогать отказались. Волонтеры возили животное на операцию в Москву. Жители Сновиц, которые до инцидента много раз видели животное вблизи домов, говорят, что не такой уж он и дикий, и проблем местным не создавал. Выходил в ночное время, питался на помойке и, в общем, мирно сосуществовал с людьми. Лисенок проживает с нами по соседству достаточно давно, у нас рядом лес. И так как лиса вырубили, он приходит к нам на помойку, питается. Дискомфорт он никому не доставляет, просто любуемся им. Специалист по дикой природе объясняет такую активность лис вблизи населенных пунктов увеличением их численности. За прошедшие три десятилетия кардинально поменялся подход к лисе, как к виду, как к охотничьему виду. Фактически сейчас пушнина никому не нужна, особенно дикая пушнина. Причинка охотничьей практически исчез. Ее сейчас никто не собирается добывать, она просто никому не нужна. Чистость лисицы возросла. Виде человека она бояться практически перестала. В итоге животные стали меньше реагировать на людей. Находясь в непосредственной близости от цивилизации, они подпускают к себе местных жителей. Кто-то ими просто любуется, но есть и те, кто относится к зверям и птицам откровенно по-варварски, рассказывают люди. У нас здесь также протекает речка, на которой мы с детишками ходим кормить тюточек. И одному гражданину просто захотелось поужинать, и он решил их пострелять в живой зоне. Почему люди проявляют такую жестокость, мне непонятно. Спасенный от человеческой жестокости лисенок сейчас находится на реабилитационной передержке во Владимире. Его жизни ничего не угрожает, но в дикую природу с такими травмами он уже больше никогда не вернется, говорят волонтеры. Теперь неравнодушные люди подыскивают ему новый дом в условиях вольерного содержания среди специалистов, которые занимаются лисами. Если вы хотите принять участие в судьбе пострадавшего лиса, свяжитесь с волонтерами по номеру, указанному на экране. Анна Богданова, Егор Дикевич, 6 канал.